Ребята, Ребята, всем добрый день! Есть часто в жизни проблемы, которые можно решить финансово, где-то кого-то попросить, что-то сделать. И вообще, как говорят, если эту проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а всего лишь расходы. Но есть в жизни ситуации, когда финансово не получается решить эту проблему. Сегодня будет очень интересная история, и эта история длиной в полгода. С конца февраля месяца и до сегодняшнего дня. Я очень надеюсь, что сегодня все-таки эта история будет иметь свой финал, потому что она еще не зафиналена. Но насколько это было геморройно, смотрим. Итак, начинаем с самого начала. Начало, как у всех обычное банальное, поехали за автомобилем в Европу. У нас получилось так, что я лично поехал в Центральную Германию, а Андрей поехал немножко южнее. Приблизительно в одно и то же время у нас был старт с разницей в один день. Заказ был вроде бы изначально абсолютно нормальный. Есть два автомобиля. Ауди Q5S или же заряженный L-Road тоже 2016 года, где-то вот так вот, 2015 года. Бюджет в среднем 30 тысяч евро на всю покупку. 30-32, как пойдет. Но заказчик едет не сам. Он едет с парнем, который покупает себе Volvo. Несколько дней мы катаемся, смотрим Ауди, выбираем Вольво. И тут происходит такая сакраментальная фраза. Парни, а я не хочу Ауди, я хочу Вольво. И у нас сразу вся история через колено ломается. Мы начинаем судорожно бегать, искать те Вольво. Ну, благо, быстренько собрали всю информацию о всех автомобилях, которые находятся в Германии, интересующие наш модели Вольво. Речь идет о Вольво XC90. Модельный ряд после 2015 года. С мотором Т6, который заряжен 320 лошадиных сил. Если мне не изменяет память, вот здесь вот могу ошибаться. Пока еще у меня в личном использовании такого автомобиля не было. И мы нашли этот автомобиль. Нашли мы его в Вольво-центре. Нашли с мелким подкрасом. Не суть. Машина классная, замечательная, обслуженная. Дают на нее полгода гарантии. И казалось бы, вот тебе счастье. А да не тут-то было. А не тут-то было. Потому что первое, с чем мы столкнулись, платеж обычно идет один день. В редких случаях он идет до трех дней. У меня всего лишь несколько раз была ситуация, когда мы оплачивали автомобиль. И он шел до трех дней по платежу. А здесь платеж забанили на пять рабочих дней. Все бы ничего. Ничего страшного нет в том, что платеж идет долго. Всякое бывает. Но здесь началась пандемия. И поляки сказали, что с послезавтрашнего дня мы нафиг закрываем все границы даже для транзита. Для всех, кто будет ехать, это будет двухнедельная обсервация. Да бог с ней, с той обсервации не понимаем, что делать. Потому что у нас есть еще вторая машина. И человек просто хочет уехать. И вот эта вот ситуация непонимания, что делать. Либо ждать, пока придут деньги за этот автомобиль. Либо же вытягивать второй. Заставила нас сделать, возможно, необдуманный шаг. Возможно, на эмоциях. Возможно, еще что-то. Но ситуация такая, как она есть. И в тот момент, когда о пандемии особо никто ничего не знал. А в Италии люди, судя из средств массовой информации, просто умирали пачками. То боясь за жизнь, она все-таки присутствует. И поэтому приняли решение. Бог с ней, с той машиной. Вернемся как-нибудь на днях. Прилетим самолетом, отдельным рейсом. И вернемся. Заберем автомобиль после того, когда пройдет платеж. Когда он пройдет, никто ответить не может. Приходим в банк, в котором оплатили деньгами наличными. Они говорят, ребята, все хорошо. Мы деньги отправили на дилер. Приходим к дилеру. Извините, денег нема, банк нам не прислал. Пять дней. Пять дней ждали. И улетели. Уехали. Улетели. Именно улетели. Улетели на машине быстренько. У нас еще параллельно ехала машина с Литвы. Так вот, с Литвы пока доехали до границы. Они с Кельна долетели до границы. Ну, имеется в виду, долетели на машине, очень быстро доехали. Приехали практически в один момент. Практически сутки стояли на границе и прошли эту границу. После того, как прошли границу, приходит сообщение, что ваш платеж пришел. А возвращаться мы уже не можем. Но ничего страшного. Дурное дело не хитрое. Можно поехать либо через Белоруссию, можно либо полететь на самолете. Благо еще самолеты летают. То, что нас там завяжут на обсервацию, да бог с ним, две недели как-то там проживем. Поэтому страшного в этом ничего нет. Недолго думая, мы покупаем два билета и приходим в аэропорт. А нам говорят, вот такой вот болт с левой резьбой, ваш рейс отменяется. Ну, ладно, отменяется. Не, стоп. Первый рейс переносится. Переносится с 6 утра на 10.30. Мы ждем 10.30. Рейс отменяют. Это прямой. Мы принимаем волевое решение брать билеты на рейс с пересадкой через Швейцарию. В Цюрихе в то время еще не была заявлена пандемия. Запросто едем. Берем билеты 8 тысяч гривен. Летим. Надо срочно забирать автомобиль. Приезжаем в аэропорт. Рейс тоже отменен. Рейсов нет. Уже, в принципе, вообще никаких. Все, абсолютно все авиалинии отменили рейсы. У нас есть, сука, 3 билета. Какие 3? 3 поездки. 6 билетов в Германию. Мы вам вернем денег. У нас все будет классно. Прошло полгода. Нам еще никто ничего не вернул. Сейчас, полгода спустя, я понимаю, что еще авиалинии закрыты. И, возможно, нам вернут этих денег. Возможно. Но они потрачены, они ушли. И суть не в этом. Мы начали узнавать, насколько будет эта пандемия. Пандемия в среднем на месяц. Для профилактики. Закрывают. Сука, кто бы знал, что закрывают ее не на месяц, а немножко побольше времени. Я уже вижу в комментариях рвущиеся пердаки по поводу того, что привезите машину лафетом, заберите машину на тралле. Объясняю. По существу заданных вопросов в будущем поясняю следующее. Никто из тех, кто мы обратились, не захотел нести финансовую ответственность за этот автомобиль. А что это значит? Сейчас попробую объяснить. Финансовая ответственность – это автомобиль довести в том состоянии, в котором он есть под финансовую гарантию. В 33 тысячи евро, а именно столько заплатили за этот автомобиль. Все сказали, мы привеземо, все будет классно. Как только говоришь, давай подпишем документ, все сразу включают заднюю, выключают телефон и нигде никого не дождешься. И все знакомые стали сразу же недругами. Поехать самому запросто. Мы снарядили автомобиль, поехали. Практически поехали. Но автомобиль находился на окраине Кёльна. И там была самая жесткая пандемия в Германии. К тому времени разгорелась она настолько, что там стояла военизированная охрана. Было без лишь военных. Никого в принципе не впускали. А те, кто могут, они говорят, ребята, все классно, но мы таких гарантий не даем. То есть формат такой, что вот везут ее либо на лафете, либо на тралле, кто-то где-то гвоздем процарапал. Ну, я случайно задал такой вопрос. Всякое бывает. Или где-то хлопнули при погрузке. Или же где-то мы готовы оформить страховку, но никто не захотел этого предоставлять среди тех, к кому мы обращались. А это было дофига людей. Понятно, что сейчас кто-то найдется, скажет, вот, да мы бы, да тебе, но, как говорится, где вы были раньше. Дождались. Полетели первые самолеты в Европу. Ну, и по имеющимся документам задаем вопрос в компанию, которая продает билеты, выпустят или не выпустят. Конечно же, да. Ну, парень уже сам захотел лететь, сам, чтобы не было больших расходов, решил полететь сам. Я его привожу в аэропорт. Стою, ожидаю. Ну, что там, ну, как там. Да, все нормально, пропустили. Регистрация. Все хорошо, регистрация прошла. Уже посадка на самолет, все замечательно. Ну, что мне ждать? Я поехал. Приезжаю я в офис. Уже довольный, что наконец-то это скоро закончится, потому что дальше уже все ясно, все понятно. И тут раздается звонок. Меня сняли с рейса. Сказать, что я офигевший, не сказать ничего. Ну, такое количество попандоса на один квадратный метр на одного человека, ну, это как-то сильно дофига. Ну, тем не менее, ситуация есть такая, как она есть. Невелика проблема. Надо искать выход из ситуации. А выход из ситуации следующий. С учетом того, что не пускают граждан стран третьего мира, то есть у кого нет немецкого паспорта или вида нажительства, в эту землю доступ нафиг закрыт. И нам нужно найти европейца, который имеет туда доступ и сможет при этом взять на себя финансовые гарантии, поехать туда, оформить автомобиль и вернуться обратно. Такой человек нашелся. Нашелся среди подписчиков. Он взял на себя финансовые обязательства по автомобилю доставить его в целости-сохранности. По воле случая он был знаком с оформлением этих документов. Этот парень уже, я с ним пересекался не раз по доставке более дорогих автомобилей. И он имеет гражданство Евросоюза. Ему туда дорога открыта. Только потому, что на этой земле у него есть партнеры. И туда он заехать может. Сложился пазл в кучу. Нашли человека, который несет финансовую ответственность. Нашли. Все у нас совпало. Звоним Херу Вюнсте, который продал нам этот автомобиль. Договариваемся о встрече зарезервировать время в Цулясингштеле. И получаем простой ответ. Красных номеров на нашей земле сейчас не выдают. Только желтые. А желтые номера, они непригодны для того, чтобы автомобиль транзитом провести через Польшу. А когда, а хрен знает когда. И эта история еще растянулась на месяц. И вот сейчас. Вот он свет в конце тоннеля. Вот радости полные штаны у нас. Получается вся схема. Нужно только вот совсем чуть-чуть сделать доверенность. Перевести ее на немецкий язык. Отправить ее DHL. Цена вопроса 40 евро. На завтрашний день придет. Едем. Берем доверенность. Переводим ее на немецкий язык. В бюро переводов. Заверяем. Отправляем. Прилетает. Туда все. И здесь мы видим, что бюро переводов слегка обосралось. Герр Вюнсте. А именно так зовут продавца, который продал этот автомобиль. Мало того, что они находятся на пандемии. Там где-то как-то встретились. Для того, чтобы посмотреть документы. Вот он открывает эти документы. Берет паспорт. Берет перевод. И говорит. Чуваки. А у вас неправильно написано. Я же в бюро переводов. Как так? Мы предоставили. Все замечательно. Вы проверили. Слушайте. А мы не несем никакой ответственности. Мы перевели с украинского языка на немецкий. Я говорю. Нафига я вам давал документы. Ну ладно. Бог с ним. Я не проверил. Все отлично. Я готов заплатить. Человек остается в гостинице. Мы срочным образом делаем перевод. Без оригинала нам перевод делать не хотят. Благо я объяснил ситуацию и зону ответственности. И сделали этот перевод по копии перевода. Забирал перевод не я. Не суть. Я задаю вопрос. Девчонки. Вы все проверили. Все хорошо. Все замечательно. Да у нас работает девочка, которая долгое время жила в Германии. Что вы нам рассказываете? Ну окей. В Германии так Германии. Отправляют Диачелем этот перевод туда. Приходим. Хервюнс-то берет. Так господа. Вот Аусвайс второго человека. Ну то есть первый был заказчик. Тот который купил автомобиль. Смысл в чем? То есть один покупает автомобиль в далеком марте. Скажем так. А это было 6 марта, когда мы оплатили автомобиль. И получается забирает автомобиль другой человек. Так он берет паспорт другого человека и говорит. А здесь одна лишняя буква. Снова не получается. И я уже просто охеревший от такой ситуации. Задаю вопрос. Тот же самое бюро переводов. И никакой ответственности не несет. Я не понимаю в немецком, хотя я его учил в школе. Я обратился к специалистам высокого уровня. Для того, чтобы сделали нормальный качественный перевод. Мало того, что этот Хервюнс-то ржал как лось с этого перевода. И просто говорил. Я вам клянусь, что это просто набор немецких букв. Да не букв, а слов. Но сам факт. А за все это время, пока наш парень там находится. Я благополучно листаю за гостиницу. За пропитание. Благо там не стоял вопрос в аренде автомобиля. Бюро переводов отказались мне оплатить дорогу в Германию. Ссылаясь на то, что пересылка стоит дороже, чем перевод. И просто вернули целых нафиг 600 гривен за этот перевод. Но третий перевод сделали они почти правильно. Но Хервюнс-то говорит, так бог с вами уже отправим. То есть правильно написаны имена. Были там другие ошибки. Ошибки грамматические. Все хорошо. Получаем документы. А в связи с этим, с тем, что у нас постоянный идет сбой. Каждый поход в Сулясенштейле, а это именно то место, где оформляются транзитные номера. Оно переносится, переносится. Гостиница щелкает. Еда вкусная. Все хорошо. Благо, с третьего раза все звезды сошлись. И мы еще ждали несколько дней, пока нас зарегистрируют. У боги. Все хорошо. Номера получились. Не успели в ЦОЛЯНТ. В регистрационный орган. Ну, там быстренько на следующий день сделали. За момент, пока пересылали эти документы, возникла следующая хрень. На момент, когда мы рассчитывали, гражданин Евросоюза, заезжая на территорию Украины, не должен был поддаваться обсервации. Но тут вдруг лихая пандемия слегка изменила условия. И тут уже парень европеец говорит, ребята, все классно, но я не успел пересечь границу. И меня будут сажать на обсервацию. Но уже та обсервация была как-то так, на фоне этой полугодичной истории, не сильно большим каким-то таким потерей. Хотя мы выяснили, что этот человек может, если он возвращается самолетом обратно, то двухнедельной обсервации не будет. И тут началась операция по поиску билетов, приобретения, для того, чтобы с Киева обратно его отправить в Европу. Но с Киева рейса не нашлось, нашелся рейс со Львова. Поэтому он пригнал машину во Львов, во Львове мы ее забрали, посадили на самолет, пожелали удачи. Большое спасибо, Александр, который уже давно находится на территории Евросоюза. И, в общем-то, дальше все, процедура растаможки. Машина была куплена за 33 тысячи евро без малого. Естественно, что это с Нерверштоером, который будут возвращать, я надеюсь. А-а-а! Еще момент, на который мы не знаем ответ. Раньше это было 19%, но сейчас немецкое правительство сделало 16%. И, соответственно, 3% просадки минус еще пошел до конца года. Кстати, кто не знал НДС в Германии, то этот налог на Рверштоер, который возвращают людям за приобретенный автомобиль, он сейчас не 19%, а 16%. Но для нас это еще история, которая будет будущая. Сейчас надо будет зарегистрировать автомобиль. Собственно говоря, Павлаусы НК-8. Вот автомобиль растаможенный где-то едет сюда. Сейчас мы будем все это дело регистрировать. История практически закончилась. Хотя он еще не приехал. Кстати, время. Чего он еще не приехал? Где он? Лишь бы это были пробки. Я не знаю, кто за эти полгода потерял больше нервных клеток, я или заказчик. Он потому что очень долгое время ожидал свой автомобиль, который томился в неволе в другом государстве. А я потому что не мог исполнить обязательства по доставке этого автомобиля. И не потому что не хотел, а потому что каждый раз, когда я что-то делал, куда-то упирался, вечно какая-то глухая стена. Ничего нельзя было сделать. Но так или иначе, понимаете, что безвыходных ситуаций нет. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. А дальше уже все хорошо было.